Валерия Гаврилина В воскресенье вечером Телеканал «Культура» представляет 75-летие со дня рождения Валерия Гаврилина Это у меня потряс Я подумал, что это Чеховский вальс Я позвонил автору и сказал Вы понимаете, мне кажется, что какое это имеет к Чехову? Сказал его отношение Сказал, я докажу вам это Это десятка была Это попадание в чеховскую интонацию Но, теперь я говорю, а музыка-то? А у него нет музыки вообще Мы сделали сюжет и приехали к Гаврилину Сначала говорил, что это бред А потом он нам начал играть музыку из сочиненных вещей Фильм-балет «Анюха» и документальный фильм «Синий море» «Белый пароход» Валерия Гаврилина В воскресенье вечером 75-летие со дня рождения Валерия Гаврилина Он спасет искусство, не спасет Искусство еще самому надо спасаться Надо искусству самому стать нравственным Искусство должно служить все-таки соединению, братству людей Потому что люди какие бы ни были Каины, Авеля, здоровейшие, бездарные Но, тем не менее, в каждом живет Бог Фильм-балет «Анюха» и документальный фильм «Синий море» «Белый пароход» Валерия Гаврилина В воскресенье вечером Классика Традиции Мастерство Поиск Идеи Открытия Талант Память Вдохновение Год культуры России В воскресенье на нашем канале 75 лет со дня рождения Валерия Гаврилина Екатерина Максимова и Владимир Васильев В фильме-балете «Анюха» Документальный фильм «Синий море» «Белый пароход» Валерия Гаврилина «Белый пароход» «Белый пароход» «Белый пароход» «Белый пароход» Душа растет, душа взрослеет И совершенно неожиданно наступает какой-то такой момент, когда тянет туда, где ты родился. Каждую ночь я там, на родине. Я целую ночь собираю землянику, я целую ночь брожу по окрестностям. Я вижу себя на крыше патерти огромного собора, где во время войны был открыт детский дом, где прошли несколько тысяч военных сирот. Там жили, где работала моя мама. Раннее утро, все залито, солнце. Передо мною, с крыши видно замечательно, это наше прекрасное Вологодское море, Кубинское озеро. Из которого есть выход во все концы света. И там плывет белый пароход. Когда я слушал Габрилина, я понял, что это настолько связанные нити, то есть вот это та традиция, которая всегда должна присутствовать в каждом поколении. Идущий из веков каких-то. Поэтому я сразу почувствовал, что это композитор особенный, который идет в этой линии, в этом потоке русских классиков, мусорского Бородина. Я был на его родине, я чувствовал, откуда он произошел. Как получилось, что его чувства все питаются народными мотивами, народными преданиями, народными высказываниями. Гаврилин, он порождение, вот этот вот колосок, тот, который звенит, это то проявление вот этой музыки, музыки русской и чисто русской души. Вологда для меня не только место, где началась моя музыкальная жизнь, но это то место, где я познакомился с жизнью. Здесь мой дом, все дорогие мои люди. Отсюда ушел на войну мой отец, который погиб в 41-м году под Ленинградом. Здесь жили люди, которые мне первыми объяснили, что такое красота, что такое доброта, что нужно ценить. Прежде всего, в жизни ценить в людях. Здесь я впервые услышал русскую народную музыку, услышал песни, танцы, обряды, увидел гуляния, увидел человеческое горе, страдания. Здесь я прожил всю войну, видел, как приходились войны, и наоборот, как не приходились войны. Видел щиротливые семьи, видел женские слезы. Дорогой, куда ты едешь, дорогая, на войне, дорогой, возьми с собою, дорогая, не возьми, дорогой, возьми с собою. Дорогая, не возьми, дорогая, не возьми, дорогая, не возьми. Мама у него возглавляла детский дом. И мама даже несколько мешков ржи сохранила для того, чтобы посеять потом весной, и чтобы кормить ребят детского дома. Но кто-то на нее написал донос. И пришли, проверили, действительно, триммер, мешка было ржи. И, в общем, ее забрали, отец погиб на фронте. И вот он остался один с сестрой. Он безумно переживал это все, оказаться без матери, без дома, в детском доме. Он ездил со своей крестной осколиадой, Алексеевной, крестная его мать, нянечка, которая у них дома была. Ездили они и в Шипсну, где она была в чуме, и в воздух, и всегда ездили на свидания. И эти свидания оставили у него жуткие впечатления. Субтитры создавал DimaTorzok Из Вологды я вынес и главную тему своего творчества. Так мне, по крайней мере, кажется, я так думаю. Это тема женской судьбы, женского характера. Потому что все эти годы главные люди, которые меня окружали, это были женщины. Он был прекрасный, он был прелестный, он был очень милый, необычайно милый. Он очень умный был, начитанный, знающий, но все это скрывалось вот такой почти детским поведением, С совершенно очаровательным чувством юмора. Мы с ним сразу подружились. Наша первая песня «Шень не белая, плача мама». Первая, первая наша песня. И с тех пор уже так неостановимо мы с Валерией Александровичем работали. «Самых белых цветов белей, поплыву я по улице, мама». «Славно лодочка, меж кораблей». И я вот как сейчас помню, Маша Пахоменко записала песню его на стихи тоже Альбины Шульгиной. «Утоли, утоли мои тревоги, усмири, усмири мои печали». «Утоли, утоли, утоли мои печали, мимо нас, мимо нашего порога, ночью в горе, ночью в горе, ночью в горе». Мне даже показалось, вот когда Маша спела, что эта песня еще, наверное, Руси не была, из тех времен песня. «Утоли, утоли мои печали». Это композитор со своим строем души, что называется, со своим голосом. С чистотой человеческих чувств соединена и чистота музыки Гаврилина, чистота ее стиля. Впервые я услыхал его сочинение лет 15 назад. Это была ныне знаменитая русская тетрадь. Песни из этой тетради глубоко меня поразили. Песни из этой тетради. Песни из этой тетради. Песни из этой тетради. За русскую тетрадь Гаврилина была присуждена государственная премия имени Глинки. Это был, несомненно, огромный успех совсем еще молодого композитора. Я даже не поверил, потому что, действительно, государственная премия с Валерием как-то не сразу ассоциировалась. Он получил госпремию, будучи совсем мальчиком в искусстве. И ему Шостакович сказал, вам будет очень трудно. Вы начали с того, чем надо бы кончить. Вам будет очень трудно жить дальше в искусстве. Тебе, Матрона, привезла цветочки алые. А что на сердце у меня от них узнала я? А что на сердце у меня, да пука, сладкая любовь твоя, мой миленький? Что для тебя рвала бы я, рвала бы я, мой милый розочки? Он был очень веселым человеком на самом деле. Мы дружили, мы переписывались. Иногда хохмили, я посылал ему телеграммы. Вольфгангамадею Моцарту, улица там. Он же на восстании тогда, кажется, восстание, там квартира такая-то. Люди Гуван Бетховенову. Самое смешное, что никто на почте никогда не переспрашивал. И всегда приходили к нему и кричали. Бетховен, распишется или нет? Моцарт распишется? Моцарт расписывался. А он мне сказал ответ Константину Станиславскому. Севолду Мерхуль. Я тоже с удовольствием расписывался из-за тех, из-за других. Так что мы и весело жили. Сыгане любят шубы, и шубы не простые. Сыгане любят шубы, и шубы дорогие. А мама, 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 ты простыгана, яна. А вы поверьте, дети, что есть любовь на свете. У него было безукоризненное чувство театра и безукоризненное чувство необходимости музыки. Поэтому он мог прийти на репетицию и сказать, не надо здесь музыки, убери, здесь я не нужен. Самая мощная его театральная работа, к сожалению, не со мной, но, к счастью, с Георгией Александровичем Тарстоноговым, в БДТ военные письма, в спектакле «Два мишка сорной пшеницы» это одно из высочайших достижений вокальной музыки 20 века, мне кажется. Это одна из моих самых интересных встреч с композитором, вообще именно и творческой миографии. С первых эскизов музыкальных, которые он показал, было ощутимо и ясно, как он удивительно тонко чувствует время, атмосферу, характер, произведение. Музыка по своей сути очень народная и в то же время настолько преображенная. Вот я сейчас еще слышу тот детский хор, который звучит у нас в одной из центральных сцен спектакля, сопровождающую любовную сцену героя с героиней этого произведения. Я люблю тебя, тебя, а ты любишь меня, меня. Небо высокое, звезды далекие, небо объявлены. Любовка моя, моя, ах, я слышу я тебя, тебя слышу, как гудят копарики. В такой вот смешной музыке почти 30 лет тому назад началась моя композиторская жизнь. Ну, увидеть эти ноты, сыграть эту музыку я могу только вот в Вологде. Потому что хранится все это у моей первой любимой учительницы Татьяны Дмитриевны Томашевской. Я помню первую встречу в детском доме. Шла репетиция хора, хор пел какую-то русскую песню. И я обратила внимание на маленького черноглазого мальчика, стоял он с краю, в хоре, около моего инструмента. И пел он с таким старанием, я бы даже сказала, увлеченно, что я подумала, вероятно, как он любит русскую песню. А потом, как-то после репетиции, он подошел ко мне к инструменту и так робко спросил меня, Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, могут меня принять в музыкальную школу? Сколько лет там надо учиться, чтобы хорошо играть на инструменте? А однажды он пришел и спросил меня, «А вы не можете мне достать учебник для симфонического оркестры?» Я бы хотела сочинить что-нибудь для симфонического оркестры. Мне, конечно, посмеялось. Кажется, это рановато, но потом я, наверное, тебе что-нибудь достану. Я считаю, что Татьяна Дмитриевна колоссальную роль сыграла. Во-первых, она его обучила музыкальной грамоте. Он уже не знал ни нот, ничего абсолютно. У него была развинована тетрадка с карандашом, это нотный стан, и там написано все по-русски громче, тише, потому что никаких итальянских терминов он еще не знал. Значит, он два с половиной года у нее занимался, и он, ну, играл фанатину Клементи. С этим, так сказать, это он показывал Ивану Михайловичу Белоземцу, когда тот приехал в Володу. Он отбирал Ленинград талантливых детей. Мама в это время находилась у него в заключении, по доносу она была арестована. Надо было получить разрешение матери на то, чтобы его отправить в этот интернат музыкальный. Мама сказала, нет, нет, музыкант не надо, вот у него способности, мы, к математике. И тогда этот начальник все слушал, 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 потому что, говорит, мамаша, вам такое благо предлагается ребенка учить в музыке, а вы еще тут-то что-то думаете. Ну, и она сказала, я согласна. Так он похож. Субтитры создавал DimaTorzok Я пришла работать в музыкальную специальную школу при десятилетке 22 октября 56-го года воспитателем в интернат, где воспитывались ребята одаренные, способные. День был очень такой сумбурный, надо было знакомиться с ребятами. Во мне нужен Гаврилин, вы не скажете, где он. А, великий? Вот так состоялось наше первое знакомство. Он был в это время в девятом классе, был очень большой, так сказать, фантазер, выдумщик, прекрасно писал. Конечно, он выделялся среди других ребят. Туры он знал очень хорошо Толстого, он мог своими страницами цитировать, обожал литературу. Он за это время сочинил два вальса, польку, романс на стихе гейны. Он все время ходил с этим Томиком под мышкой. Он почему-то любил гейны с детства, и вот это не случайно так прошло через всю его жизнь. И две немецкие тетради на стихе гейны, и третья уже задумывалась. Они были просто одержимой музыкой. И пять часов некоторые вставали. Но на ночь оставаться было очень трудно, только путем обмана. И вот однажды он положил бюст Бетховена в постель. Все прикрыто было, все. Воспитатель дежурный пришел, сказал, все на месте. Ребята, конечно, друзья сказали, все на месте. А потом выяснилось, что Гаврильев провел ночь в пионерской своей комнате и занимался. Гаврильев провел ночь в пионерской комнате. Я чувствовала какую-то такую симпатию к себе. Он как-то сразу выражал свое отношение. То есть он мог прибегать в дежурную, когда меня не было, и спрашивать. А когда приедет Наталья Евгеньевна? Если я, предположим, заболевала, он звонил и говорил, Наталья Евгеньевна, а как вы себя чувствуете? А как вы... И уже даже воспитатели там некоторые подсмеивались. Ну, ваш сегодня приходил. Потом уже, после окончания школы, где-то осенью, он высказал все свои чувства. Предложился, давай мы поженимся. Я говорю, да что ж мы будем жениться? Ты на первом курсе консерватории, я получаю зарплату тоже небольшую. Так что, ну, будем биться вместе-то, как крылья-объектно. Он плавал в Стамбул и криптал. Пам-пам-пам-пам. И был он морской капитал. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Носил макентош и фуражку. И завали его Валентином. Дальше, е-е-е-е. Акулина, открой. Акулина, акулина. Акулина, акулини. Сначала я даже сомневалась. Ну, ладно, проживем тут три года, хоть в счастье, так сказать, и в любви. А там посмотрим, что будет. Вот так посмотрели, посмотрели. И дожили до 40 почти лет. Если бы он был жил, то было бы 50 лет. Рука Гончаровой коснулась, как лебедь, горбушки царского эпполета. Ах, бедный хлебец, ах, белая лебедь, отбилась от стая, ушла от полета. Отбилась от стая, ушла от полета. Вальц, 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 императорский вальц. Вальц, вальц, императорский вальц. Вот он одновременно может быть выглядеть, как интеллигентный европеец в галстуке. И когда он снимает галстук и все костюмы, и ходит ногишом по Вологодской земле, он настоящий мужик. И говорит, что я самый счастливый человек именно в эту пору. То есть вот он такой, он был весь оттуда, вот весь оттуда. И считал, что это счастье быть таким. Я, конечно, когда вот чувствую себя свободным. И тогда ко мне приходит все, что я хочу. И я на бумагу перелишу на нотный штат. Субтитры сделал DimaTorzok Валерий, между прочим, обладает странной и удивительной особенностью. Он как цветок, который прячется в тени других листьев, травы, деревьев. Его вроде не видать. Но когда его открываешь, открывается многое. Вот и характер у Валерия Александровича. Какой-то очень скрытый, стыдливый, я бы сказал, замкнутый, закрытый. Но тем не менее мне удалось его уговорить. И мне думается, что если и есть в спектакле что-то поистине российское, могучее и разеноское, то это музыка Валерия Гавриевна. Музыка Валерия Гавриевна. Музыка горькая и озорная, бесшабашная и ядовитая, злая и могучая, широкая и пронзительная, как человеческий крик. Все это передано им в таких вроде простых и таких доступных, кажется, почитаниях, что диву даешься, как раньше-то до этого никто другой не додумался, кроме Валерия Гавриевна. Почему в моем творчестве преобладающее место занимает музыка в вокале? Причин очень много. Во-первых, с детства я слушал больше вокальную музыку. Обряды, гуляния, свадьбы. Во-вторых, это уже позже. Я стал понимать, что вокальная музыка все-таки прародительница всей музыки. И человеческий голос – это первый носитель музыки. Трудно представить, как бы сохранялось музыкальное искусство из века в век, если бы человек каждую минуту не имел на готове этот замечательный инструмент. Я попросил Валерия Александровича написать что-нибудь для ленинградской капеллы, поскольку я тогда работал там. Ну, проходит какое-то время, я звоню. Валерий Александрович, я беспокою вас. Вот как? Да-да-да, я работаю, работаю. Ни строчки, ни строчки. Это был 66-й год. Ну, проходили годы, я беспокоил безрезультатно, безрезультатно. Наконец, в 81-м году, он мне звонит. Говорит, Владимир Николаевич, я написал сочинение, я приеду в Москву, вот такого-то числа, можете ли вы послушать. Валерий Александрович, приезжает. Говорит, Владимир Николаевич, я не знаю. Валерий Александрович, я не знаю. Давайте свечу. Привяжу свечу к легкой досочке Пущу досочку вниз по реке Матка река Не гости свечу Это вся Россия в этих перезвонах В ней есть какой-то особый тихий свет, о котором когда-то написал Тютчев Вот этот особый свет, который тихо излучает музыка И одновременно с этим невероятная сила убежденности Мощь русского духа, который выдержит все И чтает моей стихе моего Ах, мне так ремичка Тоскует, горюет оно. Ах, тосткует, горюет оно, Что по-прежнему плавал душ. Он редчайший индивидуальности, уникальной искренности, но ни на кого не похож. Он человек другого мира. Вот как он родился в Вологде, вот это искреннее, природное, русское существо в нем осталось. Я в молодости подрабатывал себе, будучи студентом, и даже еще раньше, аккомпаниатором в балетах. И, знаете, я с тех пор этот балет не возненавидел всеми фирмами своей души. И когда оказалось, что так плохо, и что ты никому не нужен, вдруг первым руку помощи мне опять в тяжелые годины протянул именно балет. И там я сгодил. Находился сделать русский балет. Подискал такой вальс русский из фильма «Авус». Этот вальс у меня потряс. Я подумал, что это чеховский вальс. Я позвонил автору и сказал, вы понимаете, мне кажется, что какое это имеет к чехову отношение. Я сказал, я докажу вам это. И когда Альца Аркадьевич впервые мне сказал, что существует у него такой проект, снять на телевидении Анюту по Ане на шее Чехова. Я сразу сказал, нет, конечно. Я писал вальс Володи Васильеву и спросил, что ты услышал в этом вальсе. Он сказал, я услышал Чехова. Это десятка была. Это попадание в чеховскую интонацию. Просто за каждой нотой билось сердце самого Антона Павловича. И поэтому, когда я послушал этот павел, я все время сказал, да, я буду. Но теперь я говорю, а музыка вальс. А у него нет музыки вообще. Мы сделали сюжет и приехали к Гаврильеву. Сначала он говорил, что это бред. А потом вся сила гения проявилась. Вот здесь где-то, в филармонии. За роялем он нам начал играть музыку, которую он нам предлагает из сочиненных вещей. Он ни одной новой мелодии для Анюты не написал. И когда мы уже сняли несколько сцен, я все время говорил Ларису Аркадьевичу, ну, а где Валерий Александрович, когда он придет посмотреть вообще, что мы делаем все? Он говорит, ты вообще-то знаешь, он балет не любит. И я помню, был у нас просмотр. И вот Валерий Александрович, когда посмотрел, зажгли потом свет, мне интересно было, что он скажет. Я видел у него слезы на глазах. И он вообще впечатлительный сам. Ведь он сам как ребенок. Он похож на ребенка своей чистотой. И тем, что для него все вокруг то, что его окружает, ему было интересно. Это был очень чуткий, очень внимательный, очень с такой нежной душой человек. Потому что все, что он делал, было, ну, и при том колоссального ума. Он знал как будто бы все в жизни. То есть угнаться за его знаниями было невозможно, потому что он прекрасный философ. При этом всегда он был удивительно простым. Все сложности у него находили очень простую форму в беседе. Вот он был высочайшим образованным человеком. Ярвался с Веридовым и Шостаковичем. Но по образованности Валерий Немегурановым. Вот этот, в общем, воспитывающийся в детском доме мальчик, он все почти к самому. Вся философия русского искусства, понимаете, все-таки опирается на Библию. Понимаете, ведь Библия, я ведь Библию слушал и в чтении, и в пересказе с раннего детства. Моя крестная, человек безграмотный, необразованный, человек глубочайшей культуры, глубочайшей интеллигентности, порядочности, где как-то она все знала, что можно, что нельзя. У него было ко всему божественное отношение. До сих пор более мудрых мыслей и более мудрого отношения к миру не придумано. И вот если говорить, что искусство может быть в помощь человеку, оно, конечно, никого не перевоспитает и никого не переделает, оно может воздействовать, но запано воздействовало и было в помощь человеку, то сначала нужно сделать человека, и сделать человека словом, и делать человека, чтобы он уже с евангельскими установками вошел. Тогда ему все, ему и Бетхоген тогда будет в помощь, и прекрасные решетки, и скульптура, все ему будет в помощь, это будет его подпитывать. Ах, рябины, терябины, Залели, Заря били вдоль дорог, Расставаясь, Расставаясь, Черебила, Нельзя, однако, сказать, что творческий путь композитора был осыпан одними цветами. Вокруг его сочинений в нашей творческой среде возникали и возникают споры. Но Гаврилин шел своим путем. С каким страданием, с какими мучениями Валерий Александрович писал, потому что его всюду критиковали. Вот я помню, мы пришли как-то в союз композиторов, и стали показывать какие-то песни. И там кто-то сказал, да, это какая-то такая деревенская музыка, деревенский композитор. Он ушел, не стал больше показывать. В городке российском над тихой старицей Белокурый парень живет, не старится. Только не ерошат, ему ветра беспечно. Каменный кудрик сегодня и навечно Приезжал на праздник к младшому брату старшой. Синеглазом внуком, с печалью задушен. Старший брат сказал, проснись, браток. Младший брат сказал, старший брат сказал, проснись, солдат. Младший брат сказал, младший брат сказал. Он переживал, и это во многом была трагедия. Ясного и прозрачного мелодиста в эпоху, когда все мелодии ломались, разрушались. И простая мелодия, даже самая драматическая, не была слышна. Нужен был обязательно и злом, разлом и вылом. И это его мучило, потому что он по-своему хотел выразить время. Чтобы быть традиционным, надо иметь талант, надо иметь силу. И вот проявить себя в традиционном, это действительно надо иметь талант. А вот Гаврилин и обладал этим талантом и этой силой. Он шел в русле национальной традиции, но его язык абсолютно оригинален. И в его творчестве удивительнейшим образом сочетается ощущение, вот какой-то, особенно в тех же перезвонах, там духовный блок, такой духовный стих идет. Ты чувствуешь какую-то, ну я не знаю, многобойковую глубину. Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Не срывнуйся с лукавыми, Не завидуй творящим беззаконие, И по лукавой будет истреблен, И не будет грешника. Говорят, что дайте сейчас искусство, оно спасет. Искусство не спасет, искусству еще самому надо спасаться. Надо искусству самому стать нравственным. Искусство должно служить все-таки соединению, братству людей. Можно быть, так сказать, выше ватерлинии, ниже ватерлинии, Но должна быть обязательно это ощущение ватерлинии, после которой или корабль искусства либо переворачивается, либо тонет. А вот эта ватерлиния так общая для всех людей, для всех людей без исключения. Потому что люди, какие бы ни были, Каины, Авеля, здоровитие, бездарные, Да тем не менее, в каждом живет Бог. Мы дома у дороги на Твардовского, который тоже, мне казалось, абсолютно неосуществим. И тоже до тех пор, пока я опять же не услышал вальс, написанный им, конечно, не для этого фильма. Но, это опять, это было тоже удивительное попадание с Твардовского. Поразительное. Вот это точки соприкосновения, когда в тебя эта музыка входит и становится вот этим нервом твоей собственной жизни, твоего собственного выражения. Мы начинали спектакль «Говоря от ума». Вот если бы я разговаривал с композиторами, я попросил бы написать то, что прислал мне Гаврилем из своего уже написанного. Мы приезжали в Питер, он пришел к нам на спектакль. Я удивился, я его первый раз в жизни увидел. Я удивился, что как совпадает у меня ощущение от него, как от человека, с тем, что я увидел в результате. В этой нежнейшей какой-то безумной человеческой теплоты, обаяния такого внутреннего. Вот этот вальс его потрясающий. Эта тема спектакля вообще музыкальная, литературная, режиссерская, актерская, тема Чацкого и всех на свете. Вот этот вальс. Когда я думаю о нем, я не знаю на сегодняшний день, хотя его уже нет, но на сегодняшний день продолжателей русской классической музыкальной традиции. Вот если мы берем вот Чайковский там и так далее, я их действительно не знаю. Перейду с прекрасными мелодиями, нежными, нежнейшими, прекраснейшими, грустными, если говорить простыми словами, да, у него здесь потрясающе эксцентрическое язык. Колоссальный груст, колоссальный юмор. Бывает такое чувство, когда тебе кажется, что ты перед всеми виноват, и хочется уединиться от людей, потому что совесть твоя больна. И вот такое чувство было у меня, когда я ехал в троллейбусе, и там сложились такие слова. Вот я сейчас их скажу, чтобы было понятно, какое чудо совершил с ними потом Гаврилин. Простите, простите, простите меня, и я вас прощаю, и я вас прощаю, я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Какое-то время спустя слышу по телевизору песню на эти слова. Простите, простите меня, и я вас прощаю, я вас прощаю, я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Как они были одухотворены, какая-то пронзительная поэзия была в них, а не беспокойство и терзание, которые были у меня в то время. И наступило утешение и вера в то, что в жизни будет еще и может быть светлое и хорошее. ПЕСНЯ В мечты — я поздно, это вам ø valve. Я вас обважаю, но я над людьми розею, но я над людьми розею, но я над speciesем забываю. Как-то большую часть жизни жил так, что я все время питался от людей, которые ходят, которых видишь. От них все время шел ток, когда мне питался от эстетических теорий, жил по велению сердца. Теперь, вот последние несколько лет, я вдруг почувствовал себя в полной пространстве. Я смотрю, что от людей на меня ничего не идет. Я ничего не получаю. И вот сейчас, последние 3-4 года, просто уже кризис в состоянии, потому что я стал восстанавливать уже забытые какие-то чувства, ощущения из других лет моих жизней. Но человек не может полностью потерять ощущение и нюх на живых людей. Он не сочинял, как правило, с роялем, с мокрой бумагой никогда. Он сочинял, как правило, на прогулках. И по мере того, как мы шли, по ритму нашего шага, я понимала, что он сочиняет то мы замедляли ход, то мы быстро шли, то равномерно. И я в это время молчала, как правило. А потом он говорит, да что ты молчишь? Я говорю, так ты же занят. Ну, а теперь можешь говорить. Вот. И потом, придя с прогулки, вот тогда он уходил в кабинет и что-то проверял уже на рояле. Много было всяких замыслов. И аллея по Куприну, и темные аллеи по Бунину. Но если только идея появляется, он сразу начинал сочинять музыку. Сразу. И все оставалось в пыне. Он не запел. Он говорит, музыку в стол не пишет. То есть его на бумаге нет. Вот так очень много у него сочинений. Будет весны, будут весны, Будет талая вода из-за моря. Гуси, лебеди вернутся. Жаль, что снова не вернутся все года. Только сердце сладкой болью отзовутся. Синий море белый пароход. В нем есть какая-то и надежда, и какая-то тоска, и мечта, и ожидание чего-то. Вот в этих двух совершенно необыкновенных фантастических строчках. Все люди ее знают, во всяком случае, в России. Но, знаете, никому не удалось дописать продолжение. Хотя бы еще две строчки. Чтобы было окончательно. И вот я жизнью уже столько прожил. Вот я все вижу себя сидящим на этой крыше патерти. У себя в воздвижении, в селе. И смотрю, и вижу эти синие море белый пароход. И все пытаюсь дописать. Не словами, как музыка. Вот, наверное, уже одиннадцатый раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok